Я хочу сегодня такое качество христианина немножко затронуть. Я прочитаю, у нас сегодня вечеря, братья и сестры. Я прочитаю из Евангелия от Матфея. 29 стих, 11 глава, 29 стих. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Такие известные слова, которые сказал однажды Иисус Христос. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим. Вы знаете, братья и сестры, вот хотел бы сегодня вместе с вами так исследовать, почитать, рассуждать о таком качестве христины, как смирение. И Христос говорит о том, что у него можно это качество научиться. Вот он смирённый человек. Когда мы бывает иногда, говорим о каких-то вот библейских понятиях, я понимаю, что то, что сегодня в мире понимается, оно совсем не то, что в Библии понимается. Допустим, когда мы говорим про любовь, то то, что в мире понимается любовью, в Библии это может называться грехом. Поэтому нам бывает иногда надо поставить так, скажем, ударения какие-то на том, что такое любовь. И мы говорим о том, что бывает иногда, я помню стихотворение, которое сестра Шура рассказывала, она несколько раз его рассказывала, что бывает любовь Божья на ненависть похожа. Вы помните, Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Бог к Иакову строгим был, а Исава он не обидел. И мы иногда думаем, что вот любовь, это когда вот мы, ну, меня любит моя жена, она потакает всем моим прихотям, тогда это значит, она любит. Мы думаем, что если Бог потакает всем моим желаниям, значит, он меня любит. Вдруг что-то не так, всё значит, в любви нет. Ты меня не любишь. Оказывается, та любовь, которую Бог к нам проявляет, она немножко не так, как мы себе её иногда представляем. И вот любовь, она написана, в чём она проявилась, и Бог, когда нас воспитывает, то, оказывается, написано, нам очень трудно представить это, что бьёт же всякого сына. Так любит. Нам не нравится, понимаете? И вот ещё одно это качество, которое нам бывает сложно понять, и я хотел бы, может быть, не всё его, так знаете, рассказать, у нас достаточно мало времени, у нас вечеря, но я какой-то момент вот хотел бы немножко сделать ударение о том, что значит такое смирение. Потому что я понимаю, что мы бывает иногда какое-то носим представление, а вот того, ну, как люди в этом мире понимают это смирение. И бывает иногда говорят, на чём человек смирённый, но это братья и сёстры не смирённый, он просто человек слабовольный, слабохарактерный. Это не смирение, это совершенно не смирение. И бывает человек, может сказать, тряпка, а он смирённый такой. Он принял всё и так вот живёт, в том состоянии греха бывает иногда. Вот он смирился с таким вот образом жизни, вот он смирённый. Братья и сёстры, Библия так совершенно не считает. И мы бывает иногда, так знаете, так думаем, что вот это такое смирение, это не смирение. Иисус Христос, Он показал в себе образец смирения. И вот мы в Библии читаем тех людей, которые показали, что значит быть смирёнными людьми. И знаете, иногда вот то, что мы говорим и понимаем, оно немножко отличается от того, что библейское смирение. Я хотел бы, чтобы мы понимали, Бог, Он хочет нас видеть людьми смирёнными. Мы знаем, апостол Яков пишет, апостол Пётр пишет, слова, которые, наверное, у них в церкви говорилось, потому что они говорят слово в слово. Бог гордым противится. А смирённым, это мы все знаем, слава Богу. И помним, так что ж такое вот смирение. И один проповедник говорил, что если у человека есть смирение, у него будут дальше все остальные качества. Ему больше ничего не надо. Смирение принесёт всё в его жизни. Если человек на самом деле смирённый человек. Но мы бываем иногда, знаете, я ещё раз говорю, Библия говорит, чтобы кто не обольстил вас, ещё в Колоссе нам там два раза написано, самовольным смиренно-мудрым. Какая-то, знаете, вот такая есть ещё одна опасность. И апостол Павел говорит, что это не то смирение, которое хотел бы видеть Бог в нас. И бывает иногда, говорит, самовольное, смиренно-мудрое какое-то, там, не есть, ограничивать себя во всём. И, знаете, люди думают, ну вот это на самом деле святой человек, если он так себя ограничил, со всех сторон говорит, там, что кому-то там каким-то ангелом служит, там написано, и служением ангела, и философия. Это, на самом деле, ещё есть такая, скажем, такая тенденция, и люди так представляют. Ну всё, это смирённые люди, которые залезли на дерево, которые не едят, не пьют, которые не моются, не броются. Это уже такое смирение. Человек там себя так ограничил, что это уже, знаете, так, ну, бывает иногда, и апостол Павел говорит, что нет, это тоже не смирение. Не надо этим обольщаться, не надо идти вслед за таким, понимаем, смиренно-мудрее, есть какое-то другое. И вот я хотел бы, я ещё раз говорю, повторюсь, я не скажу всё о смирении. Я хотел бы одно такое, один и такие моменты расставить, о том, что мы бывает иногда, может быть, не особо делаем ударение. Что значит быть смирённым? Христос сказал, что у него было какое-то вот это смирение. И я хочу сказать, братья и сёстры, что смирение – это полное послушание Божьей боли. Невзирая ни на какие последствия, невзирая ни на какие, может быть, утраты, невзирая ни на что, человек полностью повинуется Божьему Слову. Он понимает, что он полностью в Божьих руках, и он понимает свою, скажем так, нищету, он понимает, что он ничто, что он грешник, и он полностью подчиняется Божьей воле. Вот что Бог ему говорит, то и делает. И мы знаем вот этот вот стих из послания филиппийцам о Христе, который говорит, что он не почитал себя, хотя он был равен Богу, «Но уничижил себя, быв послушным, смирил себя». И, братья и сёстры, вот эти вещи, они всегда вместе. Смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. И если человек не знает Писания, он не может быть смирённым, братья и сёстры, я так заявляю. И бывают люди где-то в мире, они где-то, знаете, там на самом деле, они такие податливые, мягкосердечные, они могут быть такие какие-то, ну, скажем так, добрые, да. Но это не значит быть смирённым. Я когда, вот знаете, стал читать, Христос, Он был смирённым человеком. И потом, ну, я хотел бы закончить перед тем, как мы будем мечтать, вот мы будем вечерю совершать. Он на самом деле показал, что такое быть смирённым. Он полностью подчинялся воле Отца. Для Него самым высшим авторитетом в его жизни был воля Отца. Что, Господи, написано, был послушен. Вот это послушание Божьей воле очень важно, братья, для нас. Ещё один такой стих, который мы очень знаем. Я хочу, чтобы мы прочитали. Книга Исаии. Это будет 66 глава. Известное место. Просто хочу напомнить, и чтобы мы так перед своими глазами сначала посмотрели. Так говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо всё это сделала рука моя, и всё сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю. На смирённого и сокрушённого духом, и на трепещущего пред словом моим. Братья и сёстры. Итак, есть люди, которые смирённые, которые для них Слово Божие – наивысший авторитет. Мало того, что, говорит, трепещущие перед Божьим Словом. Есть другая категория людей, которые не знают Божьего Слова, не читают его, и Бог называет их людьми гордыми, потому что они не хотят понять Бога. Они остаются со своим пониманием, они остаются в своих мыслях, и Бог говорит о том, что мои мысли – это не ваши мысли. И Бог хочет, чтобы мы приняли Божьи мысли, чтобы мы приняли Божье Слово, и когда человек не принимает Божье Слово, Бог называет его гордым. Мы, может быть, не считаем его гордым. Мы смотрим так, человек такой добрый, податливый, мягкосердечный, он такой добрый, и знаете, такой. Но Бог называет этого человека, каким бы он ни был добрым, хорошим, Бог называет, и мне важно не то, что как мы понимаем, мне важно, как Бог понимает. И вот он говорит, вот на кого я презрю, вот на кого будет обращен мой взгляд, на того, кто смиренный, сокрушенный духом и трепещет, братья и сестры, трепещущий, не просто знающий, а особенно поклоняющий, говорит, трепещущий перед Словом Моим. Я хочу сейчас просто таких вот несколько примеров привести, и я думаю, знаете, вот мы, как-то давайте теперь подумаем, вот смиренный это человек из Библии и не смиренный. В пятницу у нас был пост. Я хотел бы, чтобы братья и сестры, мы больше как-то проявляли желание к посту, понимая, что это особенно важно, особенно вот на это наше время. И вот в пятницу вышла сестра и прочитала. Я ее не просил, она сама решила. Прочитать почему-то она какую главу? Неемия, тринадцатая глава. И вот я хочу сейчас прочитать, братья и сестры, опять ее. И давайте мы зададим вопрос. Неемия – смиренный человек? Как вы, братья, считаете, сестры? Давайте прочитаем. И у нас, знаете, теперь вопринякнут вопрос. Он смиренный или не смиренный? Ниемия, тринадцатая глава. В тот день считано было из книги Моисеева «И слух народа» и найдено написанное в ней. «Амманитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израилева с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того, священник Ильяшиев, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товий, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я был в Иерусалиме. Я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году Вавилонского царя Артаксерца я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя, когда пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Ильяшиев, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия. Тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товийные вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. Дальше потом прочитаем. Братья и сестры, вот как он поступил? Смиренно. Правильно, вот, правильно. Смиренный человек. Мы бывают иногда, может быть, знаете, так вот пришел, кто такой, вот на данный момент Неемия, а здесь Ильяшиев, это первосвященник. Это первосвященник, там в конце написано. Кто Неемия? Неемия просто поставленный вот царем области начальник, так скажем так. А не тот первосвященник. И вот в Неемии надо было навести порядок. И знаете, самый сложный, наверное, я так понимаю, самое сложное было навести порядок в Божьем народе. Первосвященник отделил для Товии. Кто такой Товия? Тесть. Зять, да, там. Ну, какой-то родственник такой. Сын его там был женатый. Кто такой Товия? Враг Божьего народа. Но, если так, я не буду читать, если можно прочитать там в это. Но, с другой стороны, он так, знаете, так, он как-то примазывался к Божьему народу. Он хотел какое-то место занять в этом Божьем народе. Имя его и имя сыновей его. Оно говорило, что как бы он чтит Бога. С другой стороны, написано в самом начале, что он соединился вот с другими там вот этими врагами, и они старались разрушить все дело Неемии. Ну, что, Божий человек, может, хочет Богу служить, пришел, говорит, а там, в этом доме, там, в доме Божьем, где должны держать эти сосуды, мы говорим, где должны быть вот эти приношения, там, где вот место для Божьего служения, говорит, отделил какую-то комнату для этого человека. Говорит, я выбросил все. Дальше еще как-то страннее, если считать. Еще узнал я, что части левитов не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал, зачем оставлен нами дом Божий. Я понимаю, братья и сестры, ну, вот сказал тому первосвященнику, теперь сказал начальствующим. Вот я думаю, как они к этому относились? Они с радостью принимали. Знаете, люди всегда одинаковые. И когда вот не емь меня говорит, я вот сказал начальствующим, я понимаю, когда сегодня, бывает, иногда говоришь людям, которые уже немножко имеют, знаете, так, зачем оставили нами дом Божий? Говорит, ваше место где должно было быть? Левиты должны где быть? Они должны быть в доме Божьем, там, где поставил их Господь. Я говорю проповедникам, певцам, они должны быть там, где поставил их Господь. И если сделать выговор, как и сделал не емьи, сразу знаете, вот бывает, чего у меня тут другие есть? Других почему не воспитываете? Я сделал выговор, братья и сестры, я понимаю, что я когда тоже делаю выговор, что левиты пошли на свое поле, где они то тое поле взяли, Бог им когда-то сказал, чтобы их не было своего поля. А жить как? Знаете, я сегодня тоже, а как жить? Семьи есть, денег не дают, говорит, забрали все деньги, никто не приносит в храм, пошли каждый, нашли свое поле и там работают. А как жить? Это я сделал выговор начальству. Не знаю, как относились, знаете, как относились. И вот я понимаю, что вот для нас это очень хороший пример смирения. Братцы и сестры, я может быть понимаю, что многие люди посчитают, что это какой-то человек, ну бунтарь, который всех там учит. Но это образец, самый лучший образец смирения. Потому что он не считал, как к нему будут относиться другие люди. Он самым важным считал, что скажет о нем Господь. Это самое правильное смирение. Полностью человек, который в воле Божьей и полностью подчиняется Богу. И он в этой главе, он несколько раз говорит, три раза он говорит, Господи, вспомни, что я для тебя сделал. На кого Господь презрит? Он знает, что так, это на самом деле, что Бог, он будет особенно обращать внимание на тех, которые трепещут перед Его Словом. Иногда мы думаем, что смирение – это такая пассивная, сидячая какая-то ситуация. Человек там смирился, говорит, и уже как, что будет, то будет. Вы видите, какой неемия? Он пассивный? Или он, Божье Слово, старается всеми своими силами, сколько у него есть возможностей, он говорит таким людям, которые, ну, не последние в Израиле. Он понимает, что-то будет от этих людей. Он говорит первосвященнику, он говорит начальствующим, он говорит торговцам, которые там торгуют, наверное, деньги хорошо приносят Иерусалим через это все. Говорит, так, в субботу, чтобы вас тут не было. В субботу, чтобы вас тут не было. Так, когда самая лучшая торговля, братья и сестры? Правильно? В воскресенье. Самая лучшая торговля, я понимаю, что в воскресенье, потому что люди свободные, а у евреев самая лучшая торговля, это, конечно, в субботу. И он так запретил, и сказал, они, знаете, ну, торгаши, они же люди такие, способные, как-то, говорит, они все равно ночуют там, приходят и ночуют на улице. Под стенами, говорит, я сказал своим людям, чтобы не пускали их. Они там за воротами ночуют. Говорит, я сказал им, что если я еще раз у вас тут увижу, наложу на вас руки. Смиренный человек. Все, теперь уже ревностный. Наложу на вас руки. Так написано, братья и сестры. Смиренный человек. Вы знаете, братья и сестры, мы иногда, вот знаете, мы какое-то особое, такое что, смирение, это такой человек, который, знаете, там его бьют, там его там шпуняют так, и он, знаете, так все это терпит так, то это не совсем что-то правильное. Христос не был такой. И те люди, которые мы видим в Писании, это не такие люди, которые, знаете, такие униженные, оскорбленные какие-то, которые в таком, знаете, постоянном где-то унижении. Нет, это совершенно не то. Мы бываем иногда, как раз, говорю, мирское какое-то понимание. Мы принесли, мы думаем, это вот, говорит, человек там смирился, там муж пьет, там жена, там дети там разошлись, его там, так вот так вот. И человек уже смирился с этим, так, ну, ну, надо мужу нести сигареты, несу, покупаю, надо уже, ну, смирился уже. это говорит смиренный человек, братья и сестры. Это гордый человек по Писанию, который не хочет принять Божье Слово, которого авторитет Бога, он где-то заставлен, там, какое-то самое далекое место, и человек, как понимает, он там, знаете, так и делает, как понимает, чтобы ему было выгодно, удобно, чтобы ему как-то так не принесло каких-то последствий. Он понимает, что не сделая так, будут какие-то последствия от мужа. Будут какие-то проблемы в семье. Вы знаете, Неемия совершенно не думает, какие будут последствия. Вы заметили, что Неемия говорит первосвященнику, начальствующим, торговцам, а потом, как заканчивается эта глава. Давайте прочитаем. 23 стих. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и мавитянок. И оттого сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их. И некоторых из мужей бил, рвал у них волоса, заклинал их Богом. Братья и сестры, смиренные. Я еще раз говорю, братья и сестры, мы иногда им носим какое-то понимание, мы говорим, стереотипы. И этот стереотип где-то утвердился в нас, может быть, какого-то еще мирского времени. И вот человек, знаете, так думает, вот такой смиренный. Братья и сестры, еще раз говорю, когда поступал вот так, а еще знаете, кому это он сделал? 28 стих. «И сыновей Иоиды, Иоиады, сына великого священника Ильяшива, один был зятем сыноволата, хоронита. Я прогнал его от себя». И знаете, что он говорит несколько раз? «Воспомяни им, Бог мой, что они опорочили священство и завет священнический и левицкий». И заканчивает это «Помяни меня, Боже мой, во благо мне». Заканчивается это «Помяни меня». Господи, посмотри на мое стремление. Я хочу, чтобы слово Твое исполнилось. Я хочу всеми силами это сделать. Я не буду сидеть пассивно. Я не буду, знаете, ожидать, что вот ты Бог сделаешь, но я буду делать сам, я буду стараться, я буду говорить. Я буду делать все возможное, несмотря на то, что мне, может быть, какие-то последствия будут. Этот человек называется смиренный и трепещущий перед Божьим Словом. Странно для нас, правда, братья и сестры? Мы знаем еще одну такую вот историю в Новом Завете, когда мы читаем на первых страницах Евангелия от Луки, и там мы знаем, когда молится исполненная Духом Мария, и она говорит, ты призрел на смирение. Братья и сестры, вот давайте так вот представим себе, что же было у нее за смирение. Она трепетала перед Божьим Словом и готова была понести все, что угодно. Представляете, ей пришел ангел и сказал, вот зачнешь. А что после этого будет, братья и сестры, в том обществе, в котором они жили? Как будут относиться ко мне мои родственники? Как отнесется ко мне мой муж? Как будут относиться мои соседи? Как они ко мне будут относиться? Это значит, потеряю всякую репутацию, я потеряю всякое уважение, я потеряю совсем, ну, меня будут как люди, блудницы. Ну, кто поверит, что вот такого же не было никогда, что от Духа Святого зачала? И вы знаете, и она говорит, она поняла, она все приняла и говорит, да будет мне, по слову твоему. Братья и сестры, она не считает, что там будет дальше, что будет через месяц, через два, через три, когда увидишь, что она беременна, и как отнесется к ней муж, и как отнесутся к ней родственники, она это не принимает во внимание, она трепещет перед Божьим словом. И потом она говорит, он презрел на смирении рабы своей, он увидел, что я подчиняюсь, я считаю высшим авторитетом Божье слово и больше ничего. Бог знает, как устроить дальше все. Бог знает. Сегодня мы можем сказать, вот, когда видим Иисуса Христа, и когда перед нашими глазами вот этот, ну, скажем, Сын Божий ходит по земле, и нас иногда, я не знаю, как вы читаете, но когда Иисус Христос иногда говорил, он производил такую реакцию. Первая проповедь его, вы помните? Дух Господен на мне, Он помазал меня. Люди сидят, я понимаю, я помню, знаете, это я так коснулась, когда я смотрел фильм Иисус, люди сидят, кивают все головами, да, читается Слово Божие, они согласны, и вдруг, ныне исполнилось Писание сие, людей сразу реакция поменялась. Мы знаем, что это будет, когда придет Мессия, когда придет наш Царь, а ты говоришь, уже исполнилось, и они так насторожились, что ж такое тут? И Христос им дальше говорит, Он не успокаивает как-то их, Он наоборот, что-то в них такое производит, говорит о том, что много было вдов в Израиле, но почему-то Бог посмотрел та, которая там, язычница, и они понимают, ага, то ты нас обвиняешь, что мы недостойные, и после этого написано, хотели его, повели его, чтобы сбросить со скалы. Братья и сестры, как это поведение ваше вписывается в смиренный образ Иисуса Христа? Он знал, что надо говорить Слово Божие, несмотря на то, что за этим последует. Надо говорить Божью волю, несмотря, какие будут последствия. И Он знал, что надо делать Божье дело, несмотря, и Он был послушен даже до смерти и смерти крестной. И вот это называется величайший подвиг смирения, подчинение Отцу. Когда Он приходит в храм, мы знаем, что это один раз точно было, возможно, два раза было. Приходит в храм, берет бич и очищает. Он знает, что это дом Его Отца. Он ревнует об Отце. Он хочет, чтобы воля Отца исполнил. Говорит, это мой дом. А вы сделали Его вертепом разбойников. Это мой дом. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы понимали, вы знаете, так смотря на образ Иисуса Христа, который вот проходит, я уже не буду все эти моменты вспоминать, которые вот мы видим, и Он говорит, придите ко Мне и научитесь. Я смиренный, самый смиренный. И вот если смотреть, может быть, иногда глазами, как мир смотрит, то Христа смиренным очень трудно назвать. Он бывает иногда такие вещи, говорит, вот мы знаем, если не будет есть плоти моей и пить крови, все, люди от Него уходят. Говорит, какой-то чушь. Кто может это слушать? Его называют бесноватым. Его смеются. Он как-то производит такое, что люди берут камни, чтобы его побить. Он приходит, он какой-то, знаете, вот человек, который все время там этих будоражит. И целая глава Матфея «Горе вам». Это же самые такие люди, которых зависит твоя судьба. Твоя судьба в жизни, вот в этих, в руках этих людей, а ты говоришь «Горе вам». Да не трогай ты, посиди спокойно, жить будешь долго. А он все «Горе вам, фарисеи, горе вам, книжники, горе вам». И он так их возбудил, что они уже ищут его убить. Они думают, как его убить? Иисус идет, Христос, он идет к самой своей величайшей цели. Братья и сестры, в Евангелии говорит, что величайшая победа Иисуса Христа, его величие, его слава – это крест. Слава Христа – это крест. И он подходит к этому кресту, он подходит как победитель, братья и сестры. Он на самом деле приходит, с ним беседует Пилат. И вот эта беседа Пилата с Иисусом Христом, она показывает величие Христа. она описана во многих Евангелиях, это и в Евангелии Иоанна, она особенно как-то больше. Давайте прочитаем. У нас сегодня вечеря. Мы вспоминаем, что Иисус Христос был распят, что Иисус Христос, он пошел на крест, на Голгофу, его это не растоптало смерть, он не унизился, он не стал вот таким, вы знаете, ну, пресмыкающимся перед Пилатом, просящим что-то. И Пилат даже удивляется, ты что, не знаешь, что я сегодня решаю твою судьбу? Мне ли не отвечаешь? Да я ж могу тебя распять, я могу тебя и помиловать? Христос не, он знаете, не унижается до этого уровня, он понимает, он царь здесь, он царь, и он совершает величайшее дело искупления. И вот эта беседа, она очень интересная. В конце концов, знаете, мы понимаем, что понял Пилат Евангелие от Иоанна, 18 глава, давайте прочитаем такой небольшой отрывок, может быть, 18-19 глава. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал, сказал ему, ты царь иудейский? Иисус отвечал ему, от себя ли ты это говоришь? Или другие сказали тебе о мне? Пилат отвечал, разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, итак, ты царь? Ну, раз царство есть, ты царь, Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает голоса моего. Пилат сказал ему, а что ж есть истина? И сказал это опять, вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского? Тогда опять закричали все, говоря, не его, но Вараву. Варава же был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетшие венец и стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили, радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат, си человек. Знаете, Пилат с одной стороны говорит, что это человек избитый, он выживает к нему жалость, чтобы люди пожалели его. Это терновый венец, который только Иисусу Христу насмехаясь, как царю одели. А с другой стороны он говорит, знаете, вот настоящий человек. Вот это человек. Я помню, когда были в школе, может, сейчас не читают, такая книга, помню, была в школе, мы проходили, повесть о настоящем человеке. Да? Повесть о настоящем человеке, о летчике. Вы знаете, вот и Пилат, он человек, который видел много людей, который, он был судья, он не раз там убивал, ему через него проходили много разных людей, и он показывает, что вот, на самом деле, я не нахожу в нем никакой вины. А как он держится? А какое величие? Вот смотрите, вот настоящий человек. Вот тот великий человек, который на самом деле, во всех этих обстоятельствах, он показал, что он великий. И вы знаете, что крест для Иисуса Христа, ну, мы знаем дальше, я уже читать не буду, в конце концов, голос толпы победил, Пилат все-таки предал Иисуса Христа на распятие, но вот Иисус Христос идет, и вот на кресте висит Иисус Христос, и рядом разбойники висят, один принимает, он понимает, что в этом распятом что-то есть такое, что он говорит, когда ты придешь в твое царство, он понимает, царь висит, что-то есть в этом, который висит, когда ты придешь в свое царство, то вспомни меня. Он понимает, распятого, избитого, опороченного со всех сторон человека, есть что-то такое, великое что-то есть. И когда умирает Иисус Христос, рядом стоит сотник, который не раз казнил людей, который видел, как люди умирают. И он говорит, вот этот воистину Сын Божий. Что-то так его коснулось, братья и сестры, что он увидел в Иисусе Христе Сына Божия. Воистину говорит, это на самом деле Сын Божий. Этот не униженный, он не то, что там смирил, знаете, так подчинился этим властям, он говорит, я имею власть и принять жизнь и отдать ее. Он добровольно отдает. Он понимает, что в воле Отца Слово Его для Него закон. В Гесемании Он смиряется, Он подчиняется воле Отца, Он понимает то, что сказал Отец. Вот и Духа сказал Он исполнить волю Твою, Отец. Что надо превыше всего поставить Слово Божие и невзирая ни на то, какие будут последствия для жизни, для репутации, какие будут может быть у нас не совсем приятные, может быть там денежные утраты, может что там потеряем. Это человек, который подчиняется воле Бога, это самый смиренный человек. Он может быть, я еще раз говорю, показаться странным. Иисус Христос казался для людей очень странным. О нем разные такие мнения говорили. Люди о нем судили, а вы или не самаряне ли ты и бес в тебе. А родишь такое Авраама видел, тебе 50 лет нет. Знаете, но это на самом деле человек, который показал насколько надо быть смиренным. И вот апостол Павел пишет, что в вас должны быть те отчувствования. Вот то, что было в Иисусе Христе, братья и сестры, Бог хочет видеть у нас вот это смирение, полное подчинение воле Отца. А мы бывают иногда, я так думаю, я так думаю, а я вот так вот считаю, да это не важно, как я считаю. Мы бывают строим и думаем, а вот если я так сделаю, то у меня последствия тоже не совсем хорошие будут. Вы знаете, вот мы сегодня вспоминаем Еремию. Ему говорили, слушай, успокойся и перестань. Успокойся и перестань. А он все время, он говорит, я как со всем миром спорю, я все время говорю, да сколько же уже можно, и вот сегодня даже такие слова мы прочитали и сказал. Господи, да, их у шар и шар и шар и шар и с Продолжение следует... 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 Продолжение следует...